приветствую коллеги давайте выделим 180 секунд на рынок и изменения которые возможно есть к утреннему брифингу посмотрим что ты реализовала что не нравилось ну в принципе кто следит за трансляцией те в курсе что мы неплохо как мне кажется поймали японскую иену и сделали это достаточно красиво профессионально как делали значит откупали достаточно четко достаточно понятно по смене инициативы примерно где-то здесь да сейчас стоп без убытки частично уже можно фиксация прошла можно ждать каких-то изменений чуть-чуть дальше что стоит торговать еще значит мы внимательно смотрим на евро по евре у нас значит ситуация скажем так следующее а мы уверенно подбираемся к нашей лимитки лимитка рассчитан исходя из риска бы входить в касание хотя на самом деле для уверенности можно попробовать зайти и по паттерну а именно если мы с вами обратимся к ластерам то увидим что до сих пор инициатива инициатива на евре за покупателями однако ждем сми инициативы для этого надо чтобы цена упала по фичу ниже чем 11401 вот и тогда можно будет уже шортить более более спокойно скажем так если проводить параллели с рынком форекс то это надо чтобы цена завалилась ниже чем один 1358 на евре тогда потом сложится и можно будет продавать в принципе исходя из того объема на который мы рассчитываем хочется отметить фунт доллар еще также потому что он у нас по факту исключил ситуации с продажами то есть мы рассчитывали в брифинге продать по 29 45 однако этого не получилось и более того да если посмотреть то мы прошли вот все вот эти кластера прошли до на один пункт но тем не менее это плохой признак того что мы хотим двигаться вниз поэтому к продажам фунт рассматривать как мне кажется не следует не снимается с обзору у нас австралийц нам и тут на буквально пару пунктов не дошли до наше место для входа на 76 15 не было это отметки хотя были очень очень близкой идей брифинга принципе остается ну если еще даст теста будем заходить а так можно пробовать будет брать пробой я напомню основное движение здесь вниз и мы его будем преследовать ну и канадский доллар точно так же как и австралийц не дал нам должного отката по факту сейчас завалился вот тут сценарий можно добавить что если пробел 1 20 41 29 10 тогда уже будем собственно говоря шортить более уверенно и забирать цели по соотношению 1 2 1 к 3 не более потому что дальше но собственно говоря под вопросом других каких-то конкретных идей пока нету в принципе все идет по плану все идет по брифингу поэтому чтобы быть так играется в курсе следите за трансляции в режиме онлайн и вы будете знать что происходит на рынке и возможно использовать входить в правильные позиции на 7 всем пока